Оксана Леонидовна Чучелова, начальника отдела культуры, управления культурой и молодежной политики, администрации города Огненск. Барды и поэты выступают на многих площадках города. Но какое еще учреждение культуры способно предоставить себя целиком? Все свои этажи и уголки, пишущим и поющим, так как это делает ДК ФИИ. Мы выражаем откатарность директору Дома культуры ФИИ Дмитрию Николаевичу Зайленкову. От имени Оргкомитета фестиваля выступит художественный руководитель творческого ведения «ОАЗИС» Оксана Рачкули. Здравствуйте. Нас сегодня научили правильно работать с микрофоном. Сейчас, секунду. Ну что сказать, этот фестиваль снился нам весь прошедший год. И Оргкомитет, каждый участник Оргкомитета потихоньку, так сказать, красил это полотно какой-то свой цвет. И сегодня вы все присоединяетесь к нам со своими кисточками и красками. Поэтому безумно интересно, что же у нас получится в итоге-то. Я надеюсь, мы останемся в восхищении от нашей общей картины под названием «Огненская нота». Ну и раз уж мы говорили о красках, о кисточках, я прошу вас поаплодировать двум замечательным девушкам, художникам, которые работали с нашим фестивалем. Это художник с сцены Мария Новикова. Она весь год нам помогает терпеливо. А также художник фестиваля, который выстроил стиль фестиваля, который в прошлом году подарил нам новый логотип. Об этом посмотрите на это вот весеннее настроение. От значка и диплома вот до этого баннера на сцене. Это художник из Владимира Татьяна Васильева. Таня, спасибо! Ну что, этот фестиваль седьмой по счету, как вы видите, по баннеру. Седьмая нота музыканты не дадут собрать. Это си. Как сказал один из моих любимейших поэтов Геннадий Жуков, кто способен на чистые си, способен на многое. Я желаю вам чистой и высокой ноты. Удачи всем на фестивале! Раз уж Оксана сказала про художника, обращаем ваше внимание на выставку в бое замечательного жуковица Вадима Лапаева. Он подарил несколько своих акварий в фестивале. Завтра они будут вручены лауреатам первой степени. А выставкой вы можете любоваться уже сегодня. Мы благодарны всем, кто помог устроить такой праздник. Нам помогало много хороших, неравнодушных людей. Это генеральный директор закрытого опционированного общества Роспродукт Глухов Владимир Николаевич. Генеральный директор ЗАО «Варликс» Никандров Игорь Константинович. Генеральный директор компании «Сберстроинвест» Эдуард Анатольевич Малышев. Транспортные проблемы фестиваля помогали решить Николай Новиков и Михаил Новиков. Информационную помощь оказали телерадиокомпания «Крылья», «Обнинский бизнес-правочник», «Обнинск БИС». Спасибо всем спонсорам и помощникам. Хорошие песни нужны не менее, чем хлеб или крыши над головой. И вместе мы изменим мир к лучшему. Фестиваль уже начал работу. Сегодня первые участники пришли на творческие мастерские. Но песенный флаг «Обнинской ноты» еще не был поднят. По традиции для этого на сцену приглашаются представитель оргкомитета Зоя Ивашенко и гость фестиваля, член жюри Анатолий Шетберг. Наше поднятие флага – это, конечно же, песня. Подожди, подожди, что-то тут вот еще. Сейчас я звук дадут. Есть, но очень тихо. Очень хорошо, спасибо. Стихи? Опять еще снова. Можно еще немножко?